Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Сиршафта и сегодня у меня будет новая распаковочка. А сегодня мы будем угорать по мясорубке. Я-то что-то сидел, задумывался в основном, хороший фарш стоит дороже мяса. Странно, да? Но тем не менее, даже из самых дорогих фаршей, которые вы можете купить, может попасться в фигня какая-то, просто непонятная. Поэтому я задумывался о покупке мясорубки. Я недолго, думаю, полез на известные всем сайты, для кого-то любимые свои, для кого-то другие. Поэтому какой-то сайт конкретно рекламировать не буду. И нашел там вот такую вот мясорубку Econ. Вообще неизвестное название, я такого названия никогда не видел, но тем не менее, почему-то мне захотелось ее купить. Цена данной мясорубки 1600 рублей. Представьте. До полутора килограмм мяса за минуту, полторы тысячи мощность, реверс есть туда-сюда, сенсорную не брал просто из-за того, что, блин, мне кажется, это ненадежное управление. Также бывает еще сенсорное управление. Низкий уровень шума. Нож из нержавеющей стали. Три решетки. Три миллиметра, пять миллиметров и семь миллиметров. Пластиковый лоток, резиновые ножки. Ой, сколько же там всего интересного-то. Я надеюсь, к концу сегодняшнего видео я съем пару котлеток. Все, погнали распаковывать, смотреть, что внутри. Всем хорошее настроение. И погнали. Итак, друзья, начали-поехали. Вот такая вот здоровенная коробища. Она нифига не убирается в кадр. Давайте ее распакуем, посмотрим, что там внутри. Так, сразу нас встречает здесь вот такая вот инструкция. Руководство пользователя, как этим всем делом пользоваться. Мы ее посмотрим чуть-чуть попозже. Гарантийный талон. Какая-то пимка, штучка. Я сейчас распахую, покажу, как это все примерно собирается, а потом уже потестирую и допишу. Так, здесь у нас находятся сеточки. Одна поменьше, другая здоровенная. Так, снимаем пенопласт. Так, вот такая вот толкушка. Поддон пластиковый. Сразу снимаем пакет и смотрим, все ли соответствует, нет ли сколов, трещин. Блин, такой прикольный живой цвет. Ребенок выбирал, очень любит зеленый. Так, дальше у нас одна запчасть, сама мясорубка и устройство, которое приводит ее в действие. Достали и есть у нас мясорубка. Ух ты, как она присасывается. Здесь вот такие находятся резиновые ножки. Здесь можете посмотреть модель, мощность, серийный номер. Еще тут что-то. Дата производства ноября 2018 года. Да, не очень-то их так и это, и берут. С этой стороны мы видим кнопку управления, включение и реверс. Здесь есть что-то наподобие ручки, чтобы можно было браться. Такая вот небольшая, компактная. И провод. Давайте размотаем провод, сразу посмотрим его длину. Так, друзья, длина провода в районе где-то метр пять сантиметров. Вот такой вот. Не очень большой. Так, меня очень еще интересовал привод сам. Да, но здесь привод получается пластиковый. А нет, это пластиковый получается защелки. А сам привод идет шестигранник металлический. Я вам скажу, он уже болтается. Может так и должно быть? Так, давайте дальше рассмотрим, что у нас еще в комплектации. Толкушку эту я уже показывал. Просто затолкинутое мясо. Что это? Еще какая-то толкушка. Нет. Это насадка делает какие-нибудь колбаски. Что-то типа такого. То есть вставляете вот так сюда и фигачите. На вид прям такой стальной, стальной, даже ничего не добавишь. Холодненькая. Внутри находится шнек. Да, здесь мы видим шестигранник. Давайте разберем. Третья насадочка вот с этими дырочками. Они, получается, идут 3, 5 и 7 миллиметров. Идет вот такой нож в комплекте. Очень острый. Надеюсь, он будет очень твердый и сталистый такой. Ну и непосредственно сам шнек. Все, все устройство. Там внутри больше ничего нет. Эта часть очень легкая. Вот эта вот часть потяжелее. Здесь такое получается литье. Там, видите, есть внутри направляющие, по которым мясо должно сюда будет двигаться. С этой стороны есть шестигранник. Есть пару шайбочек каких-то регулировочных. Вот эта шайба типа второпласта что-то напоминает. Так, давайте все обратно собираем. Потом нож. Потом сетка. И потом все сверху закручивается такой рялькой. Мне вот почему-то не очень нравится вот это устройство. Здесь вот так вот непонятная тема. Здесь нет какой-то втулки. Но, надеюсь, там будет держаться все за счет вот этого центрования. Все более крепко. Сейчас давайте соберем, посмотрим, как это все включается. В комплекте идет еще вот такая вот насадочка. Не знаю пока для чего, но обязательно узнаю. Я думаю, что наверняка для как-нибудь для крепления вот этой штуки может. Ну и все, окей. Давайте сейчас попробуем запустить. Посмотрим, как она работает. Шумно, не шумно. Так, для того, чтобы все собрать, просто делаем вот такое движение. Все, все у нас затянуто. Блин, ну она очень сильно присасывается к поверхности, которая у меня сейчас есть. И давайте сейчас попробуем, включим. Мне интересно, как это все будет работать. Так, и сюда вставляется вот так вот лоток. Так, друзья, куда же без инструкции? Надо обязательно ее почитать, изучить, как это все должно работать. Я вам сейчас показываю по листочку. Можете поставить на паузу и почитать. Здесь не очень все это умно и интересно. Основные моменты будут немного дальше. Интересное блюдо. Вот здесь вот показано полностью все устройство по пунктам, что здесь есть и, соответственно, по цифрами. А с этой стороны показано, как собирать. Вот на это сразу прошу обратить внимание. Потому что я собирал мясорубку неправильно. Нужно сначала поставить вот эту верхнюю чашу, потом поставить ее, закрепить здесь, а потом уже вставлять шнек и все остальные запчасти. Понимаете? То есть это важно. Производитель говорит, что нужно делать именно так. И нельзя включать сразу реверс и обратно без использования паузы между этими переключениями. Это у нас получается насадочка для сосисок, а это насадочка для кибе. Это мясные трубочки. Здесь есть рекомендации, как, что использовать, зачем и почему. Тоже очень важно. Нужно обязательно все это читать. Показано, как ставить насадку для изготовления кибе. Указано, как это все сделать. Есть рецепт. Здесь указан, как начинка, так и внешняя оболочка, как и с чего используется и так далее. И здесь показано, как собирать мясорубку, если вы хотите приготовить кибе. То есть, пожалуйста, вам вот эта страничка можете поставить на паузу, почитать и вот так вот она в сборе. Но я думаю, инструкция вот эта есть о бодном доступе у этого производителя. На последней странице указана мощность. Здесь сразу прошу обратить внимание, что мясорубкой нельзя пользоваться непрерывно более 10 минут. Но, в принципе, я не знаю, 10 минут вполне достаточно. Если она фигачит просто полтора килограмма в минуту, то зачем мне 10 минут? 15 килограмм мяса, блин, между прочим. Так что вот такая вот мясорубочка. Гарантийный срок 1 год. Срок службы изделия 3 года. Все, сейчас погнали тестировать. Сейчас что-нибудь попробуем порубить, помесить. Ну, все, как вы любите. Все, погнали. Тест. Так, друзья, вот пришло время уже нам что-то делать. Собрались тут пельмешек накрутить. И, соответственно, взяли там несколько видов мяса. Курица, здесь уже вот у нас свинина и лук. Не помню, говорил или нет, высота чаши, которая сюда подойдет. Вот эта чаша 12 сантиметров. По факту вот это расстояние померил. От низа до верха получается 11 с половиной. Вот так вот это все выглядит сверху. То есть мясо, там вот есть вот это отверстие, туда это все толкушкой надо будет заталкивать. И в эту миску сейчас мы возьмем. Здесь 300 грамм свинины, 300 грамм курицы и полторы луковицы на фаршик. Сейчас будем пробовать, смотреть, как это все измельчает. Сеточку поставил сюда среднюю. Так, давайте пробовать заталкивать первую партию. Я прям вот этой штукой туда их чуть-чуть раз. Нажимаем кнопочку А с другой стороны, то есть я руку положил. Ну, блин, в принципе удобно, я достаю пальцами. В одну сторону это будет минус, ну R реверса. В другую сторону она подключается на постоянку, ее нужно будет отключать. Так, вставляю в розетку. Давайте пробуем. Ну вот, друзья, в принципе и все. Я думаю, что я вам вставил все это без перемотки, как есть. Шум вы прекрасно весь слышали. Вот 300 грамм мяса занимает вот столько времени. Фарш получается достойный. Сейчас мы туда следом будем впускать курицу. А, лук, да, сначала? Лучок пошел. Все, вставляем, поехали, лук. Мне кажется, нужно немного оставить лука на следующую партию, чтобы потом вытолкнуть мясо из мясорубки. Давай, теперь у нас будет курица. Берем 300 грамм курочки. Курочка пошла. Ну, тут, кстати, не очень много мяса. На вид кажется больше. Пока ничего не застревает, мясо получается офигенское, блин. Фаршки, я думаю, что мелочи-то и не нужно. Посмотри, отсюда. Вот я уже сверху лука нафигачил. Вот такие кругляшочки получаются. На другую сторону давайте наварим с вами курицей. Включаем первую скорость и поехали. Сам засасывай, смотри. Друзья, сразу вам скажу, что, не знаю, мясо туда засасывается. Все само, даже нажимать ничего не нужно. Просто туда все уходит само. Но я думаю, что вам все прекрасно это видно. Все. В принципе, готово. 300 грамм свинины, 300 грамм курицы, полторы луковицы. Вот оно все прошло. Сейчас можно взять вот эту вилочку и немного здесь вот все это убрать. Остальное, соответственно, разберу, посмотрю, что там получилось. И все. Так что все рабочие, работает очень офигенно. Мне понравилось. Засасывает вообще само, ничего не нужно толкать. Но, соответственно, лук пришлось вот этой толкушкой туда потолкать. Делать очень быстро. Вручную вы это будете делать никогда. Ну, эта часть вообще холодная. То есть вообще не нагрелась. Вот эта часть теплая. Ну, стоит очень прочно. То есть ее даже просто вообще не сдвинуть. То есть если посмотреть на нее, то есть, смотрите, вот она прилипла. Я ее качаю, мне даже не отодрать. Чтобы ее отодрать, нужно приложить определенную силу. Все. Все, в общем, рабочий вариант. Получилось у нас вот столько фарша. Это вот курица. Это, соответственно, свинина. Сейчас это все перемешаем. Но это уже будет делать жена. Поэтому, не знаю, если вам интересно, пишите в комментариях ваши комментарии. Ставьте лайки. Может быть сделан какой-нибудь видосик именно по готовке. Такой, если каких-нибудь приготовить пельмени там и так далее. Так что давайте попросим жену, чтобы она была тоже в кадре. Все, на этом у меня сегодня все. Вот такая вот сегодня была прекрасная просто мясорубка. Могу всем порекомендовать. Также из нее можно сделать всякие вот эти сосиски, колбаски и так далее. Поэтому, кому интересно, ставьте лайкос и пишите комментарии. А мы поехали дальше. Всем спасибо. Всем чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok